Добрый день, дорогие ребята, уважаемые наставники. Вашему вниманию предлагается разбор заданий муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Хочу сразу сказать, что олимпиадные задания — это совершенно особый тип задач. Я видела в процессе выполнения вам этих заданий, что у многих были недоумения на лицах. Вы не увидели так называемых типовых школьных задач в тексте наших заданий, и это не случайно. То есть при решении олимпиадных задач самое главное было проявить нестандартный подход, креативность, эвристичность выполнения этих заданий. Мы сейчас поэтапно рассмотрим все задания. Напоминаю, что на теоретическом этапе у вас было три задания, и на экспериментальный тур мы вынесли одно задание, которое выполняли в условиях нашей химической лаборатории. То, что вы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников — это здорово. Я думаю, что разбор, который мы сегодня с вами сделаем, он поможет вам при подготовке к следующему региональному этапу Олимпиады школьников по химии. Поехали. Я надеюсь, что вам видно то, что сейчас изображено на экране. Разбор будет построен таким образом. Сначала я вместе с вами прочитываю задание, потом поэтапно рассказываю, как нужно было правильно его решить, и покажу критерии оценивания этих заданий, чтобы вы понимали, из чего складываются ваши баллы за муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Максимальная оценка за все три задания теоретического тура составляла 51 балла. Первое задание было посвящено хлорозамещенному непредельному углеводороду, про которого известно, что он является хорошим растворителем, продуктом, полупродуктом синтеза разнообразных органических веществ, в том числе и лекарственных средств. Известен был его состав элементный. Он содержит углерод массовой доли 18,25%, хлор 81% по массе. Известна плотность этого вещества по метану 8,219. Дальше представлена цепочка превращений. Известно, что из этого вещества А в ходе цикла реакции образуется сначала карбоновая кислота Ай, вот она, и в результате окисления этой кислоты образуется одноосновная кислота Джей и двухосновная кислота К. Двухосновную кислоту растворяют в воде в колбе на литр. Для анализа отбирают оликвоты, то есть определенные объемы раствора, в данном случае 10 миллилитров объема леклоты. Тетрование проводили стандартным раствором гидроксида на отрез концентрации 0,2 моли на литр. И аналитическим сигналом служило появление бредно-малиновой окраски, не исчезающей в течение одной минуты. Задачей были представлены результаты опыта, то есть объем тетранта ушедшего на эксперимент В1, В2 и В3, ну и потому, что вот ячейка В3 оставалась свободной, было понятно, что нужно было найти этот как раз объем средний по результатам трехтитрования. В чем состояло задание? Нужно было определить состав и структуру вещества А, назвать вещество по систематической номенклатории, написать уравнение реакции, назвать ряд веществ по систематической номенклатории, другие вещества по тривиальной номенклатории. И был дан вам алгоритм расчета массы кислоты К, вот эта формула, которую нужно было использовать для получения нужного результата. Ну важно было еще написать реакцию тетравания и указать индикатор, который был использован при тетравании этой кислоты. Максимальная оценка за это задание было 21 балл. Ну начнем поэтапно. С первой частью задания большинство участников Олимпиады справилось хорошо, то есть получить общую формулу, зная плотность по метану и зная массовые доли элементов в соединении. Это задача несложная, она типовая школьная. Сразу было понятно путем сложения массовых долей двух элементов, что есть здесь еще и третий, поэтому общая формула вещества А, С, Х, Y, хлор, Z. Дальше мы берем соотношения Х, Y и Z, они относятся как моли атомов, веществ в структуре органического соединения, приводим к целым числам и получается 2 к 1 к 3. То есть формула вещества А, С, 2, H, хлор, 3. Ну соответственно, этой формуле может соответствовать единственное органическое вещество данной бруса формулы, это 1,1,2,3, хлор, Этен. Максимальная оценка за эту часть задания составила 2 балла. Дальше нужно было написать уравнение соответствующих реакций. Они представлены на экране. Первая реакция – это реакция гидротации в присутствии серной кислоты при нагревании. Продукт этой реакции указан. Дальше идет взаимодействие полученной кислоты с карбонатом натрия. При этом получается у нас натриевая соль и углекислый газ. Дальше взаимодействие с натрия ЦН дает нам соединение представленной структуры натрий-хлор. Ну и в дальнейшем взаимодействие с водой, с соляной кислотой дает нам дикарбоновую кислоту. Дикарбоновая кислота при взаимодействии с метанолом нам потребуется 2 молекулы метилового спирта. Дает нам эфир, сложный эфир, дважды сложный эфир. По каждой скорбоксильной группе идет этерификация. Далее взаимодействие с эльдегидом дает нам вот такое соединение. Смотрите, пожалуйста, внимательно на экран. И при взаимодействии с водой у нас происходит гидролиз сложного эфира. Мы получаем непредельную дикарбоновую кислоту и получаем 2 молекулы метилового спирта. При нагревании этой дикарбоновой непредельной кислоты у нас получается непредельная монокарбоновая кислота и выделяется углекислый газ. Взаимодействие с перманганатом калия, вот оно представлено с коэффициентами внизу, идет в условиях жестких, то есть в присутствии серной кислоты. Как вы знаете, перманганат калия в этих условиях является очень сильным окислителем. Ну и взаимодействие идет, соответственно, с разрывом двойной связи. Поэтому мы получаем молекулу уксусной кислоты и получаем молекулу щеледовой кислоты. Вот она здесь тоже представлена. Уравнение не очень сложное, но их довольно много. Их тут 9 уравнений, каждый оценивается по одному баллу. Итого, на этой части работы вы могли сработать 9 уравнений. Дальше нужно было, собственно, назвать вещества, о которых идет речь. Вещество В – это хлорэтановая кислота. Вещество С – это хлорацетат натрия. Вещество Д – 2-цианоацетат натрия. Вещество Е – пропандиовая кислота. Это ее манипатурное название. Вещество Ф – диметиловый эфир пропандиовой кислоты. Вещество Ж – диметиловый эфир – этилиден пропандиовой кислоты. Вещество H – этилиден пропандиовой кислоты. Далее вещество А – это 2-бутеновая кислота. Вещество J – этановая кислота, и вещество К – этандиовая, ну или щавелевая кислота. То есть правильные названия дают вам за каждое вещество полбалла. Итого за эту часть задания вы можете получить 5,5 балла. Дальше нужно было вспомнить тривиальное название ряда широко используемых в органическом синтезе веществ. Это четырехуглеродная монокарбоновая непредельная кислота, кротоновая она называется, тривиальное название. То, что этановая кислота, уксусная, я думаю, знают все. Ну и вот этандиовая кислота, ее тривиальное название – это щавелевая кислота. Каждое верно названное уже по тривиальной инфраторе вещество оценивается в полбалла, итого полтора балла. Далее нужно было произвести расчет, посчитать сначала средний объем, который пошел на титрование кислоты. Он составил 10,03 мл. И по представленной в задании формуле нужно было рассчитать массу кислоты. Если вы посчитали все правильно, то у вас должен был получиться ответ 9,27 грамма. Ну и, наконец, уравнение реакции титрования – это несложное уравнение, это реакция нейтрализации. Идет по каждой из карбоксильных групп. Натрий-УАш используем. И индикатор фенокстелин по изменению его окраски. Было указание на эту задачу, малиновая эта окраска. Мы определяем, собственно, точку эквивалентности в данной реакции. Максимально за правильно выполненное задание вы могли набрать 21 балл. Задание 2. Здесь в центре внимания был химический элемент – металл. Он был обозначен буковкой М. Он образует соединение всех цветов радуги, даже больше, чем есть в нашей радуге. Сплав вещества М, этого металла, с железом используется для получения легированной стали, обладающей высокой коррозионной стойкостью. Вещество З в чистом виде не выделено и существует только в растворах или в виде сальватов с органическими растворителями. Ну и, соответственно, вот благодаря этой схеме, путем анализа этой схемы, вам нужно было определить все вещества от АДАИ и написать уравнение соответствующих реакций. Ну, элемент эвристичности в решении этого задания, конечно, должен был быть. То есть, если все цвета радуги, то, скорее всего, это хром. У него как раз соединение очень много разнообразных, и они всех цветов радуги. Тем более, что сплавы железа с хромом широко используются. Действительно, это легированная сталь, высоко стойкая к коррозии. То есть, вот элемент эвристичности был именно в этом. То есть, надо было догадаться, что это за металл, ну и потом, пройдя по всем этим стрелочкам, правильно написать уравнение реакций. Что мы должны были с вами получить? Итак, вещество М – это хром. Вещество А – это хлорид двухвалентного хрома. Вещество В – хлорид трехвалентного хрома. Вещество под буквой В – это гидроксид трехвалентного хрома. Вещество Г – оксид, хром 2О3. Вещество Д – калий-2, хром 2О7, бихромат калия. Вещество Е – это комплексное соединение калий, хрому Аж четверо. Вещество Ж – хромат натрия, натрия-2, хрома-4. Вещество З можно было написать по-разному. Бруто-формулой хрома-5 или развернутой формулой, которая имеет больше химического смысла, безусловно, хрома-О2 дважды. Вещество И – это сульфат трехвалентного хрома. Вещество К – оксид, хрома-3. И вещество Л – хромат калия, калий-2, хрома-4. Каждое верно указанное вещество давало вам по половине, по-моему, целых пять десятых баллов. Дальше выложу на экран уравнение реакции, который нужно было написать согласно представленной схеме. Взаимодействие с хромом хрома с разбавленной соляной кислотой приводит к образованию газа водорода и образованию хлорида двухвалентного хрома. Это было важно. Вы знаете, что трехвалентный хром у нас образуется в более жестких условиях. Например, при реакции хрома с чистым хлором, как, например, реакция-2. Хром без хлора-2 дает хром-хлор-3. Дальше. Хлорид двухвалентного хрома – неустойчивое соединение на воздухе. Он уже может окисляться до хлорида трехвалентного хрома. Но в присутствии соляной кислоты мы получаем хром-хлор-3 и воду. При реакции хлорида хрома с карбонатом натрия, с водным раствором, у нас в осадок выпадет гидроксид. Вы знаете, что натрий-2-СО3 в воде гидролизуется с образованием щелочной среды, поэтому гидроксид тут очереден. Кроме того, образуется хлорид натрия и углекислый газ. Взаимодействие гидроксида трехвалентного хрома с калий-УАШ дает нам комплексное соединение состава калий-хром-УАШ в четверо. Далее оксид хрома при сплавлении с алюминием дает нам чистый металл хром и оксид алюминия – алюминий-2О3. Взаимодействие бихромата калия с углем, с углеродом при нагревании дает нам соответствующий оксид хрома, хром-2О3, дает карбонат калия и углекислый газ. Бихромат калия при реакции с соляной кислотой дает нам хлорид трехвалентного хрома, калий-хлор, газообразный хлор-2 и воду. Бихромат калия при реакции с сульфидом аммония, с водным раствором, дает нам комплексное соединение калий-хром-УАШ в четверо, при этом образуется сера и аниак, реакция оксидно-окислительно-восстановительная, понятно, изменяет степень кисления хрома и серы. Оксид хрома, хром-2О3, взаимодействуя с гидроксидом натрия и с азоном, дает нам хромат натрия, натрия-2-хрома-4 и воду. Далее реакция бихромата калия с серной кислотой и с перекисью водородов в присутствии эфира, то есть в органическом растворителе мы будем получать то самое неведомое вещество, которое в чистом виде получить невозможно. Это хром-О5, ну или другое написание этого же соединения хром-ОО2 дважды. В этом образуется еще сульфат калия и вода. Далее реакция хрома-5 с H2SO4 дает нам соответствующий сульфат трехвалентного хрома, кислород и воду. Бихромат калия, взаимодействуя с серной кислотой, дает нам хрома-3, калия-2SO4 и воду. Бихромат калия в реакции с оксидом серы-4, сернистый газ СО2, и в присутствии серной кислоты дает нам соответствующий сульфат хрома, хром-2SO4, крижды, сульфат калия и воду. Ну и наконец при взаимодействии оксида хрома, хром-3 с этиловым спиртом и серной кислотой у нас получается хром-2SO4, крижды, углекислый газ и вода. Последние реакции, которые представлены здесь на экране, это взаимодействие оксида хрома, хром-3 с гидроксидом калия. В результате реакции образуются хромат калия и вода. Обратите, пожалуйста, внимание, что по-разному оцениваются эти реакции. Действительно, здесь есть реакции очень простые, которые входят в школьную программу, и есть реакции, которые требуют дополнительной подготовки, особых знаний. Но в основном это реакции кислитного восстановителя, которые требуют еще и времени на уравнование. Поэтому за какие-то реакции вы получаете полбалла, за какие-то реакции целый балл. Максимальная оценка за это задание должна была составить 18 баллов. Третье задание. Третье задание из области органической химии. Смесь из трех веществ – пропина, пропена и водорода, в которой водорода 20% по массе пропускают над никельным катализатором до полного восстановления углеводорода. Известна относительная плотность исходной смеси по водороду. Она равна 7,3. Но в задании нужно было определить объемную долю газа в исходной смеси, написать уравнение реакции гидрирования углеводородов, определить мойную долю газа в смеси, которая была получена после пропускания исходной смеси над никелевым катализатором. Максимальная оценка за это задание составляла 12 баллов. Начать можно было с того, чтобы проанализировать состав исходной смеси и посчитать объемную долю газа в исходной смеси. То есть удобно было принять количество вещества исходной смеси 1 моль, тогда, введя переменные для одного углеводорода х, для другого у, мы можем найти количество моль водородов. Это будет 1 минус х минус у. Посчитать можно было среднюю малярную массу исходной газовой смеси. Нам известна плотность этой смеси по водороду. Стало быть, мы удваиваем эту величину, 7,3 умножаем на 2,4,6 граммов на моль. Дальше составляем несложные уравнения, которые используем для нахождения двух переменных х и у. Понятно, что если мы делим две переменные, то для решения системы уравнений нам нужно тоже два уравнения. Вот они представлены сейчас перед вами на экране. И в результате решения системы уравнений можно найти, чему равен х. Напоминаю, что х – это количество моль пропина, 0,12 моль. И у – это количество моль пропина, 3,6 моль. Соответственно, на основании произведенных вычислений мы можем найти объемные доли газа в исходной смеси. Следующим образом у нас газы в этой смеси распределились. 12% – объемная доля пропина, 20% – пропена. И оставшиеся 68% – это объемная доля водорода. Ну, эта часть решения была оценена максимально по эталону 7 баллов. Ну, как правило, все, что касается расчета объемных долей газа, вызывает затруднения, ну, потому что чаще вы привыкли в школьном курсе использовать именно массовые доли, а не объемные доли газа. Соответственно, здесь могли быть затруднения. Реакции гидрирования пропина и пропена, как правило, не вызывают никаких затруднений. Это стандартная реакция. Это реакция, идущая по кратной связи пропина и пропена и приводящая к образованию предельного углеводорода. И в том и другом случае у нас образуется пропан. Уравнение реакции у вас на экране. Ну, в результате анализа всех этих расчетов вы должны были прийти к выводу о том, что после пропускания исходной смеси над негием-катализатором вы получаете газовую смесь, состав которой входит только пропан, продукт восстановления непредельных углеводородов, и остаточный водород. Чтобы посчитать количество молек, реагировавшихся к водороду, вам нужно было вывести указанное на экране вычисление. Вы находите, что это 0,44 моль. Соответственно, оставшееся количество молек газоводорода будет 0,24 моля. Ну, и находите, чему будет равно количество молек С3H8. Соответственно, это 0,32 моля. Дальше можно уже определить молек доли компонентов в смеси. Они составят, соответственно, 42,8 по водороду и 57,1% молек доли пропан. В газовой смеси, которая образуется после всех реакций. 12 баллов за правильно выполненное задание. Далее переходим мы к заданиям экспериментального тура. Задание достаточно типичное для любой химической лаборатории. Нерадивый студент хочет получить зачет по дисциплине органической химии. Для этого ему предложено определить содержимое шести пронумерованных пробегов. И известен перечень веществ, которые могут там находиться в этих пробирках. Это формальдегид, глицерин, глюкоза, бензол, талу и резорцин. Можно использовать для определения всего три реагента. Четыре реагента. Это бромная вода, то есть раствор брома в воде. Это раствор перманганата калия, раствор на 3H, наш раствор УПРУН-ПСО4. Как нужно было решать эту задачу, такую достаточно житейскую задачу, определить поддержимое всех этих шести пробегов. Ну, понятно, что все определение должно быть основано на взаимодействии этих соединений с бромной водой, с перманганатом калия. Вы знаете, что эти два вещества являются очень частыми участниками качественных реакций органических соединений. Кроме того, наличие раствора натрия OH и раствора КУПРУН-ПСО4 должно было навести вас на мысль, что нужно получить гидроксид меди-двухвалентный, который тоже является качественным реагентом для определения многих классов органических соединений. Ну, и с учетом изменения цвета растворов, то есть в результате появления или не появления осадков или других признаков химической реакции, нужно было сделать правильные выводы о том, какие вещества в какой пробирке находятся. Ну, и давайте так крупными мазками сразу определимся, что мы, в принципе, должны были получить. Понятно, что обесцвечивание при добавлении бромной воды у нас должно наблюдаться в тех пробирках, где вещества вступают во взаимодействие с бром-2. Это талу, формальдегид и глюкоза. Выпадение осадка мы должны наблюдать с вами при взаимодействии бромной воды с резорцином, добавление термоганата калия, сильного окислителя, как мы знаем, должно было привести к обесцвечиванию раствора пермоганата калия или к выпадению насадка в случае его взаимодействия с талуолом, резорцином, формальдегидом и глюкозой. Ну, и, наконец, гидроксид меди должен был вступить в реакцию при комнатной температуре с глицерином и глюкозой, а при нагревании с формальдегидом и глюкозой. И в единственном случае не вступает во взаимодействие гидроксид меди, это когда у нас в пробирке находится гензол. Вот, собственно, вводные были такие. Дальше давайте смотреть, что и как мы оценивали в практическом туре. Открытие каждого из веществ, то есть правильное обнаружение в нужной пробирке, дает вам полбалла, то есть 6 пробирок по полбалла каждой, это 3 балла за все 6 открытых с точки зрения имеющихся внутри веществ, дает вам на этом этапе. Дальше. Какие реакции мы должны были написать? Ну и, собственно, какие пристаки химических реакций могли бы наблюдать при выполнении химического эксперимента? Бромная вода действует на тугул, при этом происходит медленное обесцвечивание тугула. Взаимодействие идет в боковую цепь, то есть идет в радикал CH3, при этом образуется CH2-бром и H-бром. При действии брома на резорцин выпадает белый осадок. Этот осадок включает трижды замещенный бромом в резорцин. Это 2,4,6,3 брома, 1,3, дигидрокси, бензол. Вот он указан, его структура. И второй продукт этой реакции H-бром тоже в равнине реакции присутствует. Очистительно-восстановительная реакция протекает при взаимодействии брома с формальдегидом или глупозой. Реакция идет по альдегидной группе. Вы знаете, что и там, и там есть альдегидная группа. Но и в результате этой реакции получается углекислый газ в случае взаимодействия с формальдегидом и H-бром. И при взаимодействии с глюкозой образуется глюконовая кислота, как правило, и H-бром. Если вы указываете не глюконовую кислоту, а какие-то другие продукты кисления глюкозы, ничего страшного. Это тоже будет засчитано как правильный ответ. Далее взаимодействие перманганата калия со содержимым каждой из шести пропировок. С тулуолом перманганат калия взаимодействует, при этом происходит образование калиевой соли бензольной кислоты, то есть идет окисление по метильному радикалу тулуола, образуется бензольная кислота, но при наличии ионов калия образуется калиевая соль этой самой бензольной кислоты. Выпадает коричневый осадок марганец О2 образуется калиевая соль и вода. При добавлении к раствору резорцина также протекает окислительно-восстановительная реакция, к этому образуется хинон, вот соединение такой интересной структуры, 2-гидрокси-1,4 бензолхинон, также выпадает коричневый осадок марганец образуется калиевая соль и вода. При реакции с формой альдегидом идет окисление альдегидной группы, образуется при этом углекислый газ, выпадает коричневый осадок марганец О2 и образуется калиевая соль В одном из растворов образующийся кислотный оксид марганец О2 и щелочь могут вступить в реакцию, в результате может образоваться гидрокарбонат и карбонат калий. Вот соответствующая реакция представлена ниже. Кислотный оксид это СО2 взаимодействует с КО2 и у нас образуется гидрокарбонат и карбонат калия. Соответственно суммарная реакция будет выглядеть следующим образом. В ней уже в качестве продукта присутствуют карбонат и гидрокарбонат калия, оксид марганца марганец О2 и вода. Следующая реакция взаимодействия глюкозы с перманганатом калия протекает по уравнению реакции представленной на экране тоже образуется коричневый осадок марганец О2. Если мы эту же реакцию будем проводить с добавлением щелочи, то процесс пойдет медленнее и мы получим в качестве продукта восстановление марганца, который имеет тепень кисления плюс 7 в перманганате до марганца плюс 6 в манганате калия и тогда у нас содержимое проверки окрасится зеленый цвет. Далее следующий этап экспериментальной работы это собственно о чем я говорила вначале нам нужно приготовить свежий раствор гидроксид меди. Свежеприготовленный гидроксид меди это осадок голубого цвета и его собственно свежеприготовленный нужно было добавить к содержимому каждого из проверок. Четко сразу видно такое характерное высильковое окрашивание при взаимодействии гидроксид меди с раствором глицерина. Реакция представлена на экране. Аналогичная реакция будет протекать с глюкозой тоже образуется такой хорошо окрашенный яркий синий цвет комплекс медный комплекс с глюкозой. При дальнейшем нагревании на водяной бане из этого комплекса может образовываться глюконовая кислота то есть пойдет уже по окислительному становительному пути реакция при этом выпадает осадок гидроксида одновалентной меди он желтого цвета при дальнейшем нагревании переходит в оксид куб 2О красного цвета. То есть вот те реакции которые протекают в дальнейшем представлены на экране. Гидроксид одновалентной меди осадок желтого цвета и при дальнейшем нагревании попром 2О красного цвета. Следующая реакция гидроксид меди взаимодействует с формальдегидом при нагревании на водяной бане при этом образуется муравьиная кислота и выпадает красного цвета осадок одновалентного оксида одновалентной меди. При дальнейшем нагревании у нас возможно окисление муравьиной кислоты до обольной кислоты в этом случае мы будем наблюдать выделение углекислого газа и оксид меди может восстановиться до металлической меди. Мы ее увидим в виде осадка красноватого цвета на две пропирки. Ну и хочу обратить ваше внимание, что важно не просто правильно написать уравнение реакций, но и уравнять их. Поэтому если коэффициенты уравнения реакций не расставлены или расставлены неверно, то мы оценивали каждое из приведенных вами уравнение в половинной от максимально возможного количества баллов. Стало бы 27 баллов можно было набрать за весь экспериментальный тур. В случае, если все элементы ответа написаны были верно, все уравненные реакции были уравнены, ну и не было нарушений техники безопасности при выполнении этой части работы. ответы. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что разбор заданий был вам полезен и он отстимулирует вас дальше изучать замечательную науку химию и готовиться к следующему региональному этапу Всероссийской Литерации школьников по химии. Спасибо вам, ребята, что вы так интересно провели эти два дня вместе с нами 25 и 26 ноября. Надеемся, что вы к нам в университет придете еще и не раз и на день датуриента и придете к нам учиться. Мы будем вам очень рады. Всего доброго. До свидания.